Беседа 8, Деяние 3.1 Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Везде являются Пётр и Иоанн в великом между собой согласии. Иоанну Пётр подаёт знак на вечере, вместе идут они ко гробу. Об Иоанне Пётр говорит Христу, а он что? Иоанна 21.21 Прочие знамения опустил писатель этой книги, а о том, которое произвело великий ужас и всех поразило, говорит. И заметь опять, что апостолы шли собственно не для того, чтобы совершить это чудо. Так они были свободны от человеческолюбия и подражали своему учителю. Зачем же они шли в храм? Разве они жили ещё по-иудейски? Нет. Однако же этот поступок их сопровождался пользою. Опять происходит чудо, которое и их утверждает, и остальных привлекает. Чудо, какого они ещё не совершали. Болезнь храмова происходила от природы и превышала врачебное искусство. Уже более сорока лет он прожил в храмоте, как говорится далее, и во всё это время никто не исцелил его. Ведь вы знаете, что те болезни особенно трудны, которые бывают от рождения. Болезнь была столь ужасная, что храмой не мог даже доставать себе необходимую пищу. И он был всем известен, как по месту, так и по болезни. А как совершилось чудо? Слушай. И был человек, храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, пред входом во храм, просил у них милостыни. Третья глава, второй и третьи стихи. Пётр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас, стих четвёртый. Он слышит это, но и при этом не встаёт, а всё ещё продолжает просить. Такова бедность. Когда ей отказываются дать, она настаивает и понуждает. Устыдимся же мы, так поспешно удаляющиеся при просьбах. Смотри, какую кротость тотчас выказал Пётр, сказал, посмотри на нас. Так, самые внешние виды их обнаруживал их душевное свойство. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Пётр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея. «Встань и ходи!» Не сказал, я дам тебе то, что гораздо лучше серебра. Но что? Во имя Иисуса Христа Назорея. «Встань и ходи!» И взяв его за правую руку поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и вскочив встал, и начал ходить, и вошёл с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. Три, шесть, семь, восемь. Так поступал и Христос. Часто он исцелял словом, часто делом, а часто простирал и руку, где были более слабые в вере, чтобы не подумали, что чудо совершалось само собою. И взяв его за правую руку поднял, этим показал воскресение, так как это было образом воскресения. И вскочив встал, и начал ходить, и вошёл с ними в храм. Может быть, он испытывал себя и много раз пробовал, действительно ли это сделалось. Ноги у него были слабы, но не отняты. А некоторые говорят, что он и не умел ходить, и вошёл с ними в храм. Стих восемь. Поистине, это достойно удивления. Не они ведут его за собою, но он сам следует за ними, и тем, что следует, показывает благодетелей, а тем, что вскочив, хвалит Бога, прославляет не их, но Бога, через них действовавшего. Так благодарен был этот человек. Но посмотрим, что сказано было выше. Шли в храм в час молитвы девятой. Может быть, в это время приносили и полагали храмово при храме, потому что теперь особенно много людей входило в храм. А чтобы кто не подумал, что его приносили для чего-нибудь другого, а не для получения милостыни, смотри, как писатель ясно представил это словами. «Пред входом во храм просил у них милостыни». Для того упоминает и о месте, чтобы представить доказательство на то, о чём пишет. Почему же, скажешь, не привели его храмово ко Христу? Может быть, сидевшие при храме были люди неверующие, так как они не привели его и к апостолам, хотя видели, что они входят в храм и уже сотворили столько чудес. И он пристально смотрел на них, надеясь получить что-нибудь от них. Может быть, по виду он принял их за людей благочестивых, а потому и смотрел на них. «На смотри, как Иоанн везде молчит, а Пётр отвечает и за него. Серебра, говорит, и золота нет у меня». «Не сказал, не имею при себе, как мы говорим, но совсем не имею. Что же храмой? Уже ли, — говорит, — презираешь мою просьбу? Нет, — отвечает Пётр, — но из того, что я имею, то и возьми. Видишь ли, как Пётр чужд надменности, как он не тщеславится даже пред тем, кто получает от него благодеяние. И вот его слово и рука сделали всё. Таковы-то были и храмавшие иудеи. В то время, как надлежало просить здоровья, они лежат на земле и лучше просят денег. Но для того они сидели при храме, чтобы собирать деньги. Что же Пётр? Он не презрел храмово. Он не стал искать человека богатого и не сказал, если не над таким человеком совершится чудо, то не будет ничего великого. Не ожидал от него никакой почести и ни в чьём-либо присутствии исцелил его, так как этот человек был при входе, а не внутри храма, где находился народ. Ничего такого Пётр не искал, и когда вошёл в храм, не объявил чудо, но одним только видом своим он расположил храмово в просьбе. И удивительно, что храмой быстро уверовал, ведь освободившиеся от продолжительных болезней с трудом верят даже самому зрению. И, получив исцеление, храмой находился уже с апостолами и благодарил Бога. И вскочил, встал и начал ходить, и вошёл с ними в храм, ходя, искача и хваля Бога. 80. Смотри, как он не остаётся в покое, частью от удовольствия, а частью для того, чтобы заградить уста иудеям. А мне кажется, что он скакал и для того, чтобы не подумали, будто он притворяется, так как это уже не могло быть делом притворства. В самом деле, если прежде он не мог даже просто ходить, несмотря на то, что его принуждал к тому голод, иначе он не захотел бы делить милостыни с носившими его, если бы сам мог ходить, то тем более не мог скакать тогда. Да и к чему он стал бы притворяться в пользу тех, которые не подали милостыни? Нет, это был человек благодарный и по выздоровлению. И так и то, и другое обстоятельство являет его верным, и его благодарность, и то, что с ним случилось. Не всем, конечно, он представлялся известным, почему и старались узнать, кто он. И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Пяти девятый десятый, и хорошо сказано, узнавали, так как после того, что случилось с ним, можно было и не узнать его. Это выражение мы обыкновенно употребляем от тех, кого едва узнаем. И так следовало поверить тому, что имя Христово отпускает грехи, если оно совершает и такие дела. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Анна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Птих одиннадцатый. По благорасположению любви к ним, хромой не разлучался с ними, а может быть и благодарил, и прославлял их. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь этому, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит. Птих двенадцатый. Опять Петр и действует, и проповедует. Прежде возбудил иудеев к слушанию чудо огненных языков, а теперь это. И тогда Петр начал речь с их обвинений, а теперь их тайной мысли. Посмотрим же, чем эта проповедь отличается от той, и что имеет общего с нею. Та была в доме, когда никто еще не присоединился к апостолам, и когда они ничего еще не совершили. А это, когда все удивлялись, когда подле стоял исцеленный, когда никто не сомневался, как в то время, в которое говорили, они напились сладкого вина. 2.13. И тогда Петр говорил, находясь вместе со всеми апостолами, а теперь с одним Иоанном. Он уже не боится, и говорит сильнее. Такова-то добродетель. Получив начало, она идет вперед, и нигде не останавливается. Смотри же, как промыслом устроено было и то, что чудо произошло при храме, чтобы и другие стали дерзновенны. Не в сокровенном каком-либо месте совершают его или не тайно, но также и не внутри храма, где было много народа. Почему же, скажешь, этому поверили? Потому что сам исцеленный возвещал о благодеянии. А он, конечно, не стал бы лгать, и не пришел бы к каким-либо посторонним людям. Итак, апостолы или потому совершили там чудо, что то место было пространное, или потому что то было место отделенное. И заметь, как это случилось. Пришли они по одному поводу, а делают другое. Так и Корнилий. Постясь молился об одном, а видит другое. До сих пор они везде называют Христа Назореем. Во имя Иисуса Христа Назорея, говорит Петр, встань и ходи. Потому что пока еще они только заботились о том, чтобы уверовали в Него. Но не будем утомляться началом рассказа, а напротив, если бы кто сказав о каком-либо великом деле остановился, станем снова повторять начало. Если так всегда будем поступать, то скоро придем к концу, скоро станем на вершине, потому что от усердия, как говорят, родится усердие, а от ленности – ленность. Кто сделал, как должно, что-либо малое, тот получил побуждение приступить к делу более важному, а отсюда идти гораздо далее. И как огонь, чем больше объемлет дров, тем сильнее становится, так и ревность, чем больше возбуждает благочестивых помыслов, тем больше вооружается против остального рода мыслей. Скажу пример. Есть в нас подобно терниям крепопреступления, ложь, лицемерие, коварство, обман, злословие, насмешки, смехотворство, срамословие, кощунство, с другой стороны, любостяжание, грабительство, несправедливость, клевета, наветы, далее, похоть злая, нечистота, сладострастие, блуд, прелюбодеяние, а также зависть, ревность, тарнев, ярость, злопамятство, мстительность, хула и тысячи подобных пороков. Если мы исправимся от первых, то мы уже исправимся не только от них, но через них и от следующих за ними, потому что наша душа приобретает от того большие силы к уничтожению их. Например, если тот, кто часто клянется, оставит эту дьявольскую привычку, то в нем не только исправится этот порог, но появится и другого рода благоговения. Мне кажется, никто из не клянущихся не захочет легко сделать какое-либо другое зло, но устыдится той добродетели, которой он уже достиг. Как носящий прекрасную одежду, стыдится валяться в грязи, так точно и он. Отсюда он придет к тому, что не будет ни сердиться, ни драться, ни брониться. Так, если только однажды будет сделано и малое доброе дело, то уже будет сделано все. Часто, впрочем, случаются и противные. Поступив однажды хорошо, мы поленности опять впадаем в прежние пороки, так что от этого и самое исправление становится даже невозможным. Например, мы положили себе закон не клясться. В течение трех или даже четырех дней мы исполняли его, но потом встретилась какая-либо нужда, и мы расточили всю собранную прибыль. Тогда мы впадаем в беспечность и отчаяние, так что даже не хотим снова коснуться того же. И это естественно, кто построит себе какое-либо здание и потом увидит, что его строение обрушилось, тот с меньшим старанием приступает снова к строению. Ну и в этом случае не следует быть беспечным, а напротив, надо бы опять употреблять все старание. 82. Итак, положим себе ежедневные законы и начнем пока с легкого. Отсечем от уст своих частую клятву, обуздаем язык, пусть никто не клянется Богом. Не требует это издержек, не требует труда, не требует продолжительного обучения, достаточно захотеть, и все окончено, потому что это дело привычки. Да, прошу и умоляю, приложим к этому старание. Скажи мне, если бы я велел вам внесть заменять деньги, не с готовностью ли каждый из вас принес бы по мере своих сил? Если бы вы увидели меня в крайней опасности, не отдали ли вы даже часть своего тела, если бы можно было отнять ее? И теперь я в опасности и в большой, так что если бы я был в темнице или получил тысячи ударов или находился в рудниках, и тогда я не скорбел бы более. Растрите же руку помощи, подумайте, как велика опасность, когда вы не можете сделать и этого крайне малого дела, называя его весьма малым по труду, какого она требует. Что скажу тогда в ответ на обвинение, отчего не обличил, отчего не повелел, отчего не положил закона, отчего не удержал непослушных? Недостаточно будет, если я скажу, я увещавал, а надобно было сказано будет мне употребить и более сильное порицание, ведь увещавал и Ильей, но не дай Бог сравнивать вас с детьми его. И он увещавал, и он говорил, нет, дети, нехорошие слухи слышу я о вас, 1 царств 2.24. А между тем, Писание далее говорит, что он не вразумлял сыновей своих, 1 царств 3.13, и говорит так, потому что он вразумлял не строго и не сукаризною. Не странно ли, что в иудейских синагогах законы имеют такую силу, хотя все заповедует тот, кто учит, а здесь мы в таком пренебрежении и презрении. Не о своей славе забочусь я, моя слава, ваша добрая жизнь, но о вашем спасении. Каждый день мы его пьем, возглашаем слух вам, и между тем, как никто не слушает, мы не выказываем никакой строгости. Боюсь, чтобы за это неуместное и большое снисхождение не дать нам ответа в день будущего суда. Поэтому громким и ясным голосом объявляю всем и умоляю, чтобы те, которые виновны в этом преступлении и произносят слова, происходящие от неприязни, в Афея 5.37, а это и есть клятва, не переступали за порог церковный, но настоящий месяц пусть будет назначен вам для исправления. Не говори мне, меня заставляет необходимость, потому что мне не верят. Оставь пока клятвы, произносимые по привычке. Знаю, что многие будут смеяться над нами, но лучше нам быть осмеянными теперь, чем плакать тогда. Да и смеяться будут люди безумные. В самом деле, скажи мне, кто здравым умом станет смеяться над тем, что соблюдается заповедь? Если же и будут смеяться, то такие люди станут смеяться не над нами, а над Христом. Вы ужаснулись этих слов? Я вполне верю этому. Ведь если бы я ввел этот закон, то смех относился бы ко мне. Если же есть другой законодатель, то смеяние переходит на него? Некогда и плевали на Христа, и били его по ланите, и заушали, как и теперь он терпит это. И нет здесь ничего несообразного, поэтому то уготована гиена, поэтому червь нескончаемый. Вот я опять говорю и свидетельствую, пусть кто хочет смеется, пусть кто хочет издевается, на то мы поставлены, чтобы над нами смеялись и издевались, и чтобы мы все претерпели. Мы позоришься миру, по слову блаженного Павла, 1 Коринфянам 4,13. Если кто не желает исполнить это приказание, то я настоящим словом, как бы некоторую трубою, запрещаю такому человеку переступать за порог церковный, хотя бы это был начальник, хотя бы сам носящий диадему. Или отнимите у меня эту власть, или если я остаюсь с нею, не окружайте меня опасностями, я не могу восходить на этот престол, не совершая ничего великого, а если это невозможно, то лучше стоять внизу, потому что нет ничего хуже начальника, который не приносит подчиненным никакой пользы. Постарайтесь же еще, прошу вас, и будьте внимательны, или лучше сказать, станем стараться вместе, и тогда непременно будет какая-либо польза. Спаститесь, молите Бога, а вместе с вами будем молиться и мы, чтобы он уничтожил в нас эту гибельную привычку. Великое дело сделаться учителями вселенной, немало значит, когда везде услышат, что в этом городе никто не клянется, если это будет, то вы получите награду не только за свои подвиги, но и за попечение о братьях, вы сделаетесь тем же для вселенной, чем я теперь для вас, тогда, наверное, и другие поревнуют вам, и вы поистине будете светильником, стоящим на спешнице. И это скажешь все? Нет, это не все, но это начало прочих добродетелей, кто не клянется, тот волей или неволею, и стыда или болезни, но непременно придет и к другим делам благочестия. Но многие, скажешь, не согласятся и отступят, но лучше один творящий волю Господню, нежели тысячи беззаконных. Иисус Иоанна Сирахова 16.3 Оттого-то все не спровержено, в тем крайнем беспорядке, что мы как на зрелищах ищем множество людей, а не множество людей добрых. Какую пользу, скажи мне, может принесть тебе толпа народа? Хочешь ли знать, что народ составляют святые, а не толпа людей? Выведите на войну сотни тысяч и одного святого, посмотрим, кто сделает больше. Иисус Навин вышел на брань и один сделал все, и таким образом остальные не принесли никакой пользы. Толпа людей возлюбленной, когда они не творят воли Божией, ничем не разница от тех, кого нет совсем. Я молюсь и желаю, чтобы церковь украшалась множеством людей, но множеством людей добрых. Ради этого я охотно позволил вырастерзать себя на части. Если же это невозможно, то я желаю, чтобы немногие были добрыми. Не видите ли, что лучше иметь один драгоценный камень, нежели тысячи мелких смонет? Не видите ли, что лучше иметь здоровый глаз, нежели потеряв его, отяготить себя с сущностью тела? Не видите ли, что лучше иметь одну овцу здоровую, нежели тысячи шелудивых? Не видите ли, что лучше немного детей и добрых, чем много дурных. Не видите ли, что в царстве немногие, а в Гиенне – многие. Что мне от множества людей? Какая польза? Пользы никакой, а скорее вред для прочих. Ведь это тоже, как если бы кто при возможности иметь или десять здоровых, или тысячи больных, привел эти тысячи к тем десяти. Большинство, когда они не делают ничего доброго, не принесут нам ничего другого, кроме наказания там и бесславия здесь. Ведь никто не скажет, что нас много, но всякий будет порицать за то, что мы бесполезны. Так именно язычники всегда говорят нам, когда слышат от нас, что нас много, много вас говорят до худых. Вот я опять запрещаю и громким голосом возвещаю вам, пусть никто не считает этого шуткою. Я удалю и не допущу непослушных. И пока я буду сидеть на этом престоле, я не откажусь ни от одного исправдивого. Если кто не звергнет меня, я буду уже невинен. А пока я подлежу ответственности, до тех пор не могу пренебрегать. Не ради собственного наказания, но ради вашего спасения, так как я пламенно желаю вам спасения. Об этом я терзаюсь и болезную. Но послушайте с меня, чтобы и здесь, в будущем веке, и в будущем веке вы получили великую награду, и мы все вместе насладились вечными благами по благодати и человеколюбии Единородного Сына Божия, которым Отцу со Святым Духом слава держава, честь ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.